Всем привет! Я решил перезаписать это видео про времена в общем, чтобы сделать его громче, так как предыдущее видео было очень тихо, и я решил перезаписать его. Итак, прежде чем мы с вами рассмотрим все времена по отдельности, давайте рассмотрим их в общем, сколько их, что они обычно означают, ну и так далее. Итак, времена, tenses. Времена разделяются на три основные части, как и в любом другом языке. Это past, present и future, то есть прошедшее, настоящее и будущее. И каждый, соответственно, имеет simple, continuous, perfect и perfect continuous. Так, теперь давайте рассмотрим, что же в общем означает, что такое simple, continuous, perfect и perfect continuous. Simple — это когда вы хотите что-то в общем сказать, что какое-то событие было в прошедшем, в настоящем или в будущем, то есть дается точка во времени, и вы просто говорите, что это произошло. Не выделяя продолжительность действия или там, что вы были в процессе чего-то, а просто говорите, что какое-то действие было. Continuous — это как следует из названия, то есть продолженное, то есть используется тогда, когда вы хотите сказать, что вы были в процессе действия, то есть если в настоящем это то, что вы сейчас делаете, если в прошедшем то, что вы были в процессе чего-то, когда что-то произошло, ну и в будущем тоже так же, когда что-нибудь произойдет в будущем, то вы будете в процессе чего-то. Так, perfect — это действие, в основном ориентированное на результат, то есть когда вы начали что-то в прошедшем, делали его до какого-то времени, и вот в настоящем вы только закончили, ну может быть еще не закончили, но обычное действие, ориентированное на результат, то есть начавшееся в прошедшем и только сейчас, недавно законченное, завершенное или так далее. Perfect. И Perfect Continuous. Perfect Continuous, оно используется в основном для того, чтобы выделить продолжительность действий, но здесь если вы были еще в середине действий, то здесь вы можете только закончить это действие, или еще не закончили, но как бы, как бы сказать, отличаются они в основном друг от друга тем, что здесь вы хотите сказать, что вы были в процессе чего-то, а здесь вы хотите сказать, что с какого-то времени в прошедшем вы делаете это действие, и здесь вам важно не то, что вы в процессе, а то, что вы делаете это действие на протяжении какого-то времени. Например, я изучаю английский там на протяжении 13 лет, или там я живу в таком-то городе на протяжении уже стольких-то лет, да, то есть когда вы начали что-то в прошедшем, делаете до настоящего времени, и вот оно до сих пор продолжается или только же закончено. Это Perfect Continuous. Теперь, когда мы все время рассмотрели, можно переходить к каждому отдельности. Спасибо за внимание, и до встречи в новых видео.